Базар на Карабагагский район Корректор А.Кулакова Ученые утверждают, что на месте пустыни Сахары когда-то шумели леса. Глобальные экологические катастрофы возникают не сразу. Их планомерно готовит человек. И не только в заморских странах, но в родном поселке, в районе. Валерий Иванович, как бы Вы оценили значение лесхоза для экономики района? Если учесть то, что он производит столярные изделия, которые нужны для района, для ускорения строительства жилья. Это социальная сфера, она болезненная для района. Далее такой материал, как штакетник. Это для благоустройства улиц, села, поселка. Ну и роль здесь пока нельзя откинуть. Это как дрова, древесина. Почему я говорю нельзя откинуть? Потому что уже район на 80% газифицирован. И подчас мы забываем, а это важно все-таки, это микроклимат создает, где могут люди наши и отдыхать нормально. Итак, животворная роль леса у председателя райисполкома Малышева оказалась на последнем месте. Только 60% срубленного леса идет в дело. Такова статистика по стране. Вот она цена, которую мы платим за товары из древесины. Эти отходы нельзя никуда употребить, из-за отсутствия технологии углубленной переработки и нашей бесхозяйственности. Вот мы даже вырабатываем, это, дрова перерабатываем, которые у нас не реализуются для топлива. Мы их перерабатываем здесь в стружку. И эту стружку мы не находим сбыта для этой стружки. Вот мы заключили договор на 250 тонн. А, однако же, затовариваемся, они не принимают у нас. Ну и, выходит, у нас эта продукция лежит на складах. Рассказывает главный лесничий базарно-карабагагского лесхоза Иван Николаевич Вдовкин. Мы, как говорится, для них, если так со стороны посмотреть, то мы как поставщики, только поставщики, а не то, что мы должны как-то оберегать лес, сохранять его. А к нам, можно сказать, не так относятся. Я много лет работал секретарем, это, был секретарем порт-организации, но нас никогда не слушали, как мы ведем лесное хозяйство. А что мы даем для сельского хозяйства? Мало, почему мало? Принимать надо в большое веселье, чтобы больше пилить, больше поставлять. Больше пилить. При современных темпах лесозаготовок оставшиеся леса в России будут уничтожены за 50-60 лет. На восстановление их и не многоценных листринок, а ценнейших хвойных, нужно 100-120. Не так давно при начале строительства водонасосной станции произошло такое волнующее для всех событие, неприятное событие. Все жители поселка были возмущены, что было прямое нашествие на наш Карабулакский красивый лес. А там сделали водонасосную станцию. Несколько гектар, много, до 10 гектар лес почти. Уничтожен, исковеркан, изуродован. Так, практически люди туда даже ходить боятся. И это, как говорят, было, во-первых, не первой ласточкой, а первой, наверное, вороной, которая каркнула, что можно с лесом делать все, что угодно. Вот здесь начальник базарно-карабулакского РСУ Романов вырубил деревья, чтобы выстроить себе дом. Как же так? Без всякого разрешения? Вы дезинформированы в этом вопросе, так как этот вопрос сначала был согласован с дирекцией лесхоза. Этот вопрос рассматривал архитектор, необходимые документы подготовил. Нет, не может не знать председатель райисполкома, что на вырубку леса для строительства дома нужна санкция Совета Министров РСФСР. Из разговора с инженером лесхоза Натальей Васильевной Шиповой. В нашем дендрарии на площади около 10 гектар произрастает около 265 видов, сортов, форм различных древесно-кустарниковых пород. Многие из них очень красиво цветущие. И население наше не всегда правильно понимает назначение дендропарка, используя его в личных целях. Выкапывая красивые понравившиеся растения, срывая забавный или какой-то своеобразный плод. А ведь цель нашего лесхоза из этого дендропарка вынести как можно больше плодов, переработать их и создать новые насаждения. Наш дендропарк мы вынуждены в какой-то степени засекретить. А это еще один акт беззакония, цепной реакции разрушения, происходящий с ведома местных властей. Вы все работники государственной лесной охраны. Действительно ли вы занимаетесь охраной леса постоянно и вас никуда ни на что не отвлекает, Альфа Александрович? Очень часто нас забирают на хозяйственные работы, колхозы. Есть подшефные колхозы, там на свеклу, на картошку. А есть такие вот, что каждую осень нас забирают на поднятие зяби, все почти. Вот. Посадки обрывать некому. Также забирают и на благоустройство города, на стройки гостиницы, поликлиник, вот такие работы. Очень часто. И даже до того доходит, что, мол, закрывать лесхоза и идти на благоустройство города. Ну, вы считаете, это нормальное явление? Располком сказал и до свидания. Разве не абсурд? Работники государственной лесной охраны, хозяева леса, практически отторгнуты от него местные вгастия. Это ли не пик противоречия человека и природы? Мне кажется, сейчас нужны очень такие строгие, жестокие, такие вот, как бы сказать, предупреждения, что руки прочь, что ли, от леса. Или даже, может быть, вопрос поставьте шире, кто его раньше не заслуженно и неправильно занял, что попросить выдвориться. Сторожил базарного короблака Игорь Яковлевич Горячев не хочет, чтобы его родным местам грозила печальная перспектива превратиться в пустыню. Субтитры создавал DimaTorzok